Доброе утро, уважаемые коллеги! Меня зовут Власов Роман, и сегодня как раз в продолжении, скажем так, первых двух дней выставки огромное количество вопросов от посетителей нашего стенда как раз звучали именно прямо в тему нашего сегодняшнего заседания. То есть это человеческий фактор, как его свести к минимуму, большое количество. То есть люди начинают все больше и больше заботиться тем, каким образом сотрудники фермерских хозяйств влияют на итоговый результат и хотят максимально это сократить. Соответственно, со своей стороны немного пройду по, скажем так, экскурс небольшой по продуктам компании «Русельмаш», которые мы представляем, и чуть подробнее остановлюсь, как каждый конкретный продукт влияет на человеческий фактор и минимизирует его участие в конечном результате. Итак. Две кнопки под экранчиком сказался. Ну, я знаю. Вот эти тоже, по идее. Прибегайте. Сейчас, момент. Вот, пошло. Итак, общий экскурс по продуктам компании. То есть это, скажем так, это большие пласты, которые объединяют в себе систему дистанционного мониторинга «Агротроник». Евгений сказал, вот, проводили исследования по поводу, скажем так, известности систем дистанционного мониторинга. И я, на самом деле, очень сильно был опечален, когда увидел в одном столбце 0,3%, в другом столбце 0,7%. Это говорит о том, что мне необходимо, ну, скажем так, усилить работу по популяризации сервиса дистанционного мониторинга компании «Русельмаш Агротроник». То есть, немного подробнее. То есть, это система дистанционного мониторинга техники, которая позволяет получать огромное количество информации с техники, которая находится в работе, соответственно, в том числе с электронных систем, которые установлены на технике. Позволяет в том числе анализировать эти данные не только в окне веб-браузера, но и бесшовно интегрировать и заливать большие данные, получаемые с машин, непосредственно в систему управления предприятием. То есть, это производится достаточно быстро, настраивается ретрансляция данных либо по API, либо по Виолону. Здесь никаких трудностей нет. И еще раз скажу, что я так неприятно удивлен тем, что, как выяснилось, люди совсем не знают про эту систему. Соответственно, система дистанционного мониторинга «Агротроник» объединяет в себе, то есть, она является ядром всех электронных систем. И дальше у нас большие четыре группы электронных непосредственно систем. То есть, это система автоуправления техникой, это система повышения эффективности зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, в том числе и тракторов. Это система предупреждения и безопасности. И, соответственно, система телеметрии и межмашинного взаимодействия. Большая часть из этих, скажем так, систем, из этих больших групп уже реализованы, доступны, скажем так, к использованию. Дальше чуть-чуть подробнее про каждую из них. Про, непосредственно про «Агротроник» я уже рассказал. То есть, система объединяет в себе на сегодняшний день уже более 19 тысяч единиц техники. И еще раз я подчеркну, что система является абсолютно… То есть, на все машины, которые сейчас, начиная с 2017 года, все машины, которые выпускаются в комбайновом заводом «Росельмаш», они уже оборудованы системой дистанционного мониторинга. То есть, дополнительно ставить ничего не надо, приобретать ничего не надо, никаких подписок на это нет. То есть, вы в режиме реального времени можете увидеть, что происходит с вашей машиной, в каком статусе она находится, в какое, скажем так, рабочее состояние, вплоть до оборотов двигателя, показателей давления в колесах, загрузки молотильного устройства. То есть, огромный спектр данных доступен для анализа. Это, как я уже сказал, либо в веб-версии, либо вы можете все эти данные получать у себя на компьютер, в свою систему управления предприятием. RSM-роутер чуть более подробно. То есть, как раз мы переходим к тем продуктам, которые позволяют уже минимизировать человеческий фактор. То есть, это система, которая дистанционно отправляет задания на машину. Машина должна быть оборудована системой автоуправления, опять же, от компании «Росельмаш». И при выходе машины в поле уже не механизатор определяет, с каким вектором движения двигаться, скажем так, по какой траектории, да, где заходить в поле. То есть, это определяет уже агроном, сидя в офисе, формирует задания. И посредством, опять же, дистанционной системы мониторинга отправляет это задание на машину. Механизатору остается только принять это задание, подвести машину к точке входа. Она же активирует систему автопилотирования, и дальше система уже делает все сама. Ну, не все. То есть, механизатору уже нет необходимости концентрироваться на управлении траекторией движения машины, а именно сконцентрироваться на, скажем так, на техпроцессе. При всем при этом, карта урожайности. Карта урожайности, как вы знаете, у нас есть система картирования урожайности и карта урожайности. То есть, карта урожайности, это в веб-версии системы дистанционного мониторинга, вы можете проанализировать те данные, которые получают машины, отправляют на сервер по урожайности. Причем, эту урожайность вы можете оценить в каждой конкретной точке поля, в целом по полю, да, построить тепловые карты, в том числе. То есть, эти карты урожайности доступны не только в системе веб-версии RSM-Agratronic, но и есть возможность выгрузить эти карты, загрузить в сервисы агрономические, такие как Агросигнал, Кропио, Агронол, то есть, и там уже проводить дальнейшую работу с этими данными. В том числе, использовать эти данные для постройки карт заданий для дифференцированного внесения и дифференцированного посева. Чуть более подробно, соответственно, система RSM-картирования карты урожайности, скажем так, это не, забегая немного вперед, это не законченный продукт, нельзя просто взять эти данные, да, и на основании них принять какое-либо решение. То есть, RSM-карта урожайности – это индикатор правильности примененной технологии по почвообработке, внесения удобрений, средств защиты, ну и, соответственно, посева и правильного сева оборота. Система автоуправления, то есть, это, скажем так, на сегодняшний день, это самый известный, самый востребованный, скажем так, портфель продукции. То есть, это, у нас есть несколько вариантов, то есть, это RSM-Agratronic Pilot 1.0, есть две вариации системы на базе гидравлического управления, то есть, система внедряется в гидравлическую систему машины и управляет уже, скажем так, гидравлической системой, без поворота рулевого колеса. На, скажем так, на технику, уже приобретенную до, скажем так, вступления, запуска системы дистанционного мониторинга Аgratronic, есть доступна такая опция, как RSM-Agratronic Pilot 1.0 электроруль. То есть, это система, оснащенная электромотором, классическим рулем, и ее возможно установить на любую технику, оснащенную классическим рулевым управлением. Дальше, система Аgratronic Pilot 2.0, то есть, это комплект до оборудования для системы RSM-Agratronic Pilot 1.0, позволяющая машине работать на базе машинного зрения. То есть, это работа машины по кромке поля, по волку, детектирование, идентификация препятствий и остановка, то есть, предотвращение столкновений и предотвращение повреждений. Как вы понимаете, эти системы, они, скажем, будем следовать генеральной линии нашего сегодняшнего заседания, то есть, эта система позволяет максимально сократить человеческий фактор на этапе управления траекторией машины, то есть, и также на этапе, скажем так, предотвращения повреждений машины, столкновения с недвижимыми препятствиями, особенно такими дорогостоящими, как линии электропередач, газопроводы, водопроводы и тому подобное. Дальше Pilot 2.1, то есть, это также комплект доукомплектации для системы RSM Agrotronic Pilot 1.0, которая позволяет машине уже двигаться по, скажем так, по рядку кукурузы. То есть, эта система специально разработана для уборки кукурузы зерноуборочными комбайнами и кормоуборочными комбайнами. Позволяет также не концентрироваться оператору уже на траектории движения, а именно концентрироваться оператору на настройках техпроцесса. Соответственно, в левой части экрана небольшая, скажем так, новинка. В 2025 году у нас будет доступна система автоуправления для кормоуборочного комбайна. И в 2024 году будет доступна система автоуправления для тракторов классической серии. И, как вы знаете, позавчера заместитель генерального директора комбайнного завода Руссельмаш Алексей Николаевич Швецов сообщил всем в рамках этой выставки о том, что основные строительные работы тракторного завода в городе Ростов-на-Дону завершены. И в скором времени нас ждет открытие тракторного завода, соответственно, с запуском линии сборки производства классических тракторов. Системы, соответственно, автоуправления, они позволяют сократить перекрытие, сократить расход топлива, сократить, что немаловажно, временные затраты на обработку и уборку площадей, что первым образом сказывается на эффективности ведения какого бизнеса. То есть, как вы знаете, агрономические сроки уборки зерновых, они ограничиваются четырьмя, пятью, максимум неделью. Дальше начинается процесс самоосыпания, и это самое страшное, вы начинаете терять урожай просто на землю. Соответственно, ускорение работы техники, то есть оптимальные маршруты, оптимальные треки, минимизация перекрытий позволяет сократить потери именно на осыпании. Если мы говорим, что много людей за эти два дня спрашивали, а сколько солярки я сэкономлю, если я буду использовать систему автопилотирования, на самом деле солярка здесь играет наименьшую роль, потому что там расчет идет, грубо говоря, на десятки, максимум на сотни литров на больших полях. Счет основной идет на сокращение потерь зерна, то есть каждый день порядка 7% зерна осыпается, после превышения вот этих сроков, порядка 7% зерна осыпается на землю, то есть это уже невосстановимая потеря. Соответственно, экономический эффект, то, о чем я сейчас сказал, то есть экономический эффект складывается как от экономии горючих смазочных материалов, экономии времени, экономия, то есть чем меньше времени вы тратите на уборку, ну, на уборку, скажем так, полей, тем медленнее подступает техническое обслуживание. Соответственно, между техническими обслуживаниями вы можете обработать большую площадь. Ну и, соответственно, для тракторной техники экономический эффект составляет порядка 59%. Здесь мы говорим про использование комплекса электронных систем, в том числе и систем ночного видения, которая позволяет работать технике в ночное время практически точно так же, как и днем, практически без изменения скорости движения машины в загонке. И если мы говорим про комбайны, то есть это, опять же, использование комплекса электронных систем позволяет повысить эффективность работы зерноборочной техники порядка 30%. Как я сказал, уже это немаловажный фактор играет все-таки потеря зерна на самоосыпании. Дальше системы повышения эффективности, как вы понимаете. То есть мы сейчас проговорили про эффективное движение машины по траектории, да, и следующий, опять же, это эффективная настройка технического процесса, техпроцесса машины. То есть здесь уже помогают такие системы, как круиз-контроль, которые оценивают загрузку молотильно-сепарирующего устройства и подстраивают скорость движения машины. Тем самым, опять же, мы этим минимизируем человеческий фактор, минимизируем потери, максимально эффективно грузим молотилку комбайна, что приводит к увеличению, скажем так, процента собранного зерна с единицы площади. Про агротроник Пилот 2.0 я уже сказал. Здесь приведена небольшая фотография, каким образом машина оценивает, скажем так, картинку перед, система оценивает картинку перед машиной. То есть идет, детектирует. Видите, человек детектирует, машина детектирует и оценивает траекторию движения. Соответственно, там же идет волок, как я уже сказал, кромка культуры. О повышении эффективности кормо-уборочных комбайнов. В кормо-уборочных комбайнах большая часть систем, которые повышают эффективность машины, это уже идет все в базовой комплектации. То есть дополнительно докупать ничего не надо. Это такие системы, как умное внесение консервантов, умная резка, умная заточка. То есть это все то, что призвано, скажем так, максимально отстранить человека от принятия решения здесь и сейчас. То есть сколько консерванта сыпать, машина оценивает поток массы, проходящий через питатель. И на основании датчиков, установленных в машине, принимает решение увеличить или уменьшить количество вносимого консерванта. Соответственно, консервант вносится перед ускорителем, что позволяет максимально эффективно перемешать массу с консервантом и добиться наилучшего хранения в силосных ямах. Зерноуборочные комбайны здесь у нас не вошли. И, как вы уже говорили, одна из систем повышения эффективности зерноуборочных комбайнов – это система круиз-контроля. Такие же также системы оценки возврата на болот, картирования урожайности, которые, как я уже сказал, позволяют вовремя проинформировать механизатора о том, что технический процесс, например, пошел. Либо он недозагружен в молотильное устройство, либо перегруженное, и вовремя принять решение, изменить настройки, увеличить или изменить скорость, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности машины и хозяйства в целом. Соответственно, повышение эффективности хозяйства в целом, сокращение затрат позволяет, если не увеличить прибыль, то сократить количество. Соответственно, деньги вы сокращаете, тем самым увеличиваете свою прибыльность. На этом у меня все. Друзья, какие вопросы к Роману Владимировичу? Пожалуйста, Дмитриенко, Акрохолдинг-Степь. Роман, мы уже встречались, здравствуйте. У вас выключен микрофон. Зелененькая должна загореться. Наверное, батарейки китайские. Вопрос, как у вас на вашей технике установка систем самодиагностики, для того, чтобы можно было, хотя бы по ответственным узлам, примерно понимать их ресурс до выхода из суда. Мы сейчас говорим про систему предиктивной аналитики. Но смотрите, на сегодняшний день система самодиагностики на машине уже стоит. То есть на основании показателей датчиков выводится, в случае возникновения отклонения, скажем так, от нормальной работы, выводятся коды отказов, которые сервисные специалисты могут прочитать и по так называемому траблшутингу, либо по, скажем так, по шагам поиска неисправности, найти неисправный узел и его починить. То есть на сегодняшний день система самодиагностики сельскохозяйственной техники, производимой Россельмашем, она практически ничем не уступает таким автопроизводителям, серьезным автопроизводителям, которые уже давным-давно используют подобные системы. Потому что в машинах используется шина КАН, и все данные стекаются в блок управления, анализируются, мало того, что отправляются в агротроник, но еще и в случае возникновения отказов, зажигается, код отказа выводится на дисплей, мы можем его увидеть и найти, в чем, собственно, проблема. Я правильно вспомнил? Не констатировать, что подшипник умер, а понимать, что он скоро умрет? Да, да, точно. Это, я понял, то есть мы сейчас говорим про систему предиктивной аналитики. То есть на основании, скажем так, косвенных признаков, то есть то, в каком режиме используется техника, соответственно, да, эта работа ведется. На сегодняшний день уже реализована функция РСМ-уведомления, то есть вам на рабочий компьютер, на по СМС, в электронную почту, приходят сейчас основные, скажем так, основные. То есть это перегревы двигателя, это необходимость проведения технического обслуживания, то есть частично функционал уже реализован. Но вот предиктивка о том, что вот если трактор, например, двигается... Сбедение. Да, да, да. Это достаточно большой пласт работы, ну, скажем так, и почувствовать биение, например, оси, мы, к сожалению, пока не... Это дополнительные датчики. Да, это дополнительные датчики, это дополнительные... Мы должны температуру, мы должны обороты контролировать, правильно? Да? И шумы, наверное. И шумы. Это, соответственно, смотрите, здесь нам нужно, скажем так, соблюсти некий статус-кво, да, то есть это... И цену сохранить для того, чтобы она была максимально привлекательна для конечного потребителя. Ну, и, соответственно, выполнить вот ваши вопросы, то есть каким образом, да, можно вот... Один день простой комбайна нарастает. Да, да, да. Я хочу вам в каком плане сказать просто мнение о граях. Вы знаете, мы в жизни ушли в погоню за дешевыми ценами, да? И в результате мы уже не помним вкусом московской и докторской колбасы, потому что мы все еще подешевле и так далее. Может быть, на самом деле, посчитать, и вот правильно вы сказали, один день простой комбайна, во что это выливается? Может быть, хозяйство и примут решение именно покупать вот с таким образом? Потому что здесь нужно анализ, а здесь вы помните. Да, здесь анализ, да, и очень серьезная подготовка. Ну, вот Евгений говорил, то есть исследование, на проведение исследования необходимо затратить огромное количество ресурсов, да, и на сегодняшний день, скажем так, по большей части хозяйства все-таки голосуют рублем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok